Девушки отдыхают 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 Лига КВН, опять же, с пародиями, с различными сценками, зарисовками на высокопоставленных лиц нашей страны. Было прикольно, да, студенческое молодежное движение, да, которое привело кино к телевидению и стало очень любимой профессией. Слушайте, а вот непосредственно приглашение в Келинку, это было от Нуртаса, Адамбаева, режиссера? Да. Вас связывает же еще долгое сотрудничество, дружба, да? Да, вообще, этот образ появился еще в скетч-коме, на одном из телеканалов. Я тогда уже начал играть Аташку, этой Келинке, да. И тогда уже началась такая, знаете, подготовка к большой картине, да. А как вот проходило распределение ролей, вот так, собрались, значит, толпой, говорят, так, ты будешь Аташкой, ты будешь Келинкой. А я думал, там уже было неизбежно. У вас, я понимаю, у них как бы дефицит девушек в коллективе, и поэтому приходится даже Келинок играть таким, как Нуртаса Адамбаева, ну, то есть парням, да? Мне кажется, у него очень хорошо получилось. У него отлично получается, и это просто персонаж, который не имеет аналогов, мне кажется. Как у всего коллектива надо отметить, это надо отдать должное, да. Я думаю, зрители своим появлением и своим визитом и кассовыми сборами, наверное, уже отдали на него жизнь. А как вот распределили-то вы? Да, на самом деле мы собрались в офисе, прописывали героев, их характеры, продюсер, сценарист, наш человек-оркестр, господин Нуртас, да, всех собрал и говорит, мне кажется, Ерла справится с задачей играть Аташку, Айнура будет играть подругу. Слушайте, вы делали какой-то кастинг, или уже все было понятно? Нет, мы кастингов... Это тот редкий случай. Они решили обойтись своими силами. Да, да, да. Впрочем, да, мы очень часто так делаем, хотим сами что-то сделать. Кавейновский подход все-таки сыграл, да, опыт. Да, да, да. Слушайте, мы знаем, что, по-моему, Нуртас готовит же вторую часть ленты, продолжение Киринки Сабины, насколько я... Мы недавно вернулись со съемок, этим летом мы... Вообще, этот 2015 год был очень плодотворным для нашей киностудии. Фу-фу-фу. Вот, да, да. Мы взяли две полнометражные картины, два фильма. Которые наши зрители смогут увидеть когда? Первую картину, то есть, первую картину, которую отсняли в этом году, «Побег из-за ула операции Махабад» зрители могут увидеть с 26 октября во всех кинотеатрах. Ну, уже вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот. А в Киринке Сабине во второй части вы также играете Аташку? Я также играю Аташку, да. Ну, все, Аташка с нами, это самое главное. Аташка, да. Узнать поближе о том, какой вы все-таки сценарист. Мы узнаем совсем скоро. Давайте посмотрим для начала сюжет. Новости без политики, как всегда, нас сейчас, надеемся, порадует. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня у нас в студии актер-сценарист Ерлан Касамжанула. Доброе утро. Как с актером, Ерлан, мы уже познакомиться успели. И то, наверное, не до конца мы все карты раскрыли. Все остается как-то такими секретами, тайными оболочкой. Ну, теперь давайте расскажем зрителю, какой вы как сценаристы. Вообще, что это за профессия сценарист? Нелегкая. Очень нелегкая, да. Так как мы еще работаем в сфере юмора, в сфере жанра комедии. Я до этого, конечно, слышал, что комедия самый сложный жанр, очень сложный жанр, да. Я в этом убедился, когда продюсер поручил написать скетчи для нашего скетчкома. Значит, я сел, открыл компьютер, и я не могу понять, с чего начинается вообще скетч, и как он должен заканчиваться. Я понимаю, что нужно пописать полный КВНовский стем. Вы брали за пример какой-то опыт, от кого-то отталкивались? Нет, да, то есть у нас был первый сезон, я начал писать со второго сезона этого скетчкома, да. Просматривал все скетчком, я потом понял, что от просмотров никакого толка не будет, надо уже приниматься за работу. Да, и вот мы с моим коллегой, с нашим любимым сапогом прописали первый... Сапог, да, точно. Прописали первый скетч, на что продюсер сказал, ребята, еще работайте, и вам еще очень много работать. Но мы работали, работали, и раз на восьмой, что ли, у нас получилось, и приняли наш скетч. Было очень приятно, мы были такие радостные, если честно. А потом как-то набили руку, и получалось, получалось, получалось. Даже на съемках иногда предлагаешь режиссеру какие-то смешные... Моментальные какие-то рождаются, там шутки, да, моментом. Шутки там или какие-то гэги, как говорят в КВН, да, движения, ситуации, да. Некоторые проходят, некоторые не проходят, да. Но все-таки быть сценаристом, это, мне кажется, вот прям умение, да, держать руку на пульсе, что интересно народу. А у нас вообще благодарны это делать, быть сценаристы? Что происходит сейчас, да, то есть что происходит вообще в принципе в больших массах, да? Ну да, держать нужно руку на пульсе. У нас это дело благодарное. Тема актуальности, да, она всегда будет в тренде, так сказать, да. И, конечно же, наш народ... Что нужно для этого делать? Громче смеется, громче смеется, веселее смеется над нашими шутками, над нашей ментальностью. Несколько лет назад, ну как несколько, наверное, уже достаточно времени количества. Назад тоже принял участие в съемках «Побег из Аула», у меня был такой опыт. Ты не артист такой, я тоже там снимался. Только, ну, спросите, продолжается ли издевательство над местными, медийными личностями? Артистами, да. И, как правило, у нас получается традиция такая, что все эти маленькие ситкомы перерастают уже в полнометражные фильмы. А персонажей у Нуртаса и вообще в команде «Наша Казаша» и «Побег» очень много, да. Будет ли какие-то полнометражные фильмы с другими персонажами, которые нам известны? Вы знаете, вполне возможно. Мы тоже прислушаемся к продюсеру, к его идеям. Есть очень хорошие идеи, да. Я думаю, что все будет хорошо. И многие, не многие, может, некоторые хорошие, яркие персонажи переместятся на большой экран. Ирлан, а с точки зрения человека, профессионально занимающегося съемками, участвующего в процессе съемок, вы смотрите фильмы? И как вы их смотрите? Обязательно. Когда выходит отечественное кино, я обязательно хожу в кинотеатры и смотрю на большом экране. Я стараюсь не пропускать казахстанские премьеры вообще. Подводя итоги, под занавес нашей программы, как всегда, традиционные предложения для наших гостей. По желанию нашим телезрителям посыл и, конечно, с добрым утром от себя лично. Доброе утро, уважаемые друзья. Всем отличного настроения, хорошего, удачного дня. На этой замечательной позитивной ноте у нас в гостях Ерлан Касмужанулы, актер, сценарист. И мы совсем скоро увидимся уже на экране с любимыми нашими героями. А нам остается пожелать всем... Приятного дня, позитивных эмоций и доброго утра. С вами был Алан Черкасов. И Макпала Сабекова. Ерлан Касмужанулы. Всем пока. Хорошего утра.